Приветствую! Сегодня нам, то бишь проекту Чак Ревью, исполнилось 8 лет. Поздравляю себя и вас! И в честь этого хочется замутить небольшой флешмоб. Все подробности есть в конце этого видео. Ну а сегодня у нас дайджест, чисто посвященный кино. Так мы сегодня поговорим об Эль Камино, Замбилэнде 2, Малефисенти 2, ну и чё мы расселись, погнали! В случае сегодняшних новинок хочу сказать, что Эль Камино это достойное произведение. Замбилэн 2 хуже, а Малефисента ещё хуже, и они явно пошли куда-то в ненужном направлении. Но никогда не поздно очнуться и пересчитать оригинальную спящую красавицу. А купить её можно в одном из лучших книжных магазинов Рунета, Лабиринте. Более того, до 20 октября там происходит глобальная распродажа, скидки на книги до 70%. Со скидками есть всё, что душа пожелает. Подарочные издания, работы нобелевских лауреатов, актуальный нон-фикшн и многое другое. На сайте Лабиринта можно найти видео-рецензии на интересующие издания, лонгриды о литературе, подборки и топы под настроение. Также в Лабиринте есть свои эксклюзивы, например, интерактивные издания книга плюс эпоха. А ещё YouTube-канал, где есть интервью с авторами, репортажи и море полезного литературного контента. Ну а специально для вас у меня есть эксклюзивный промокод CHUCK. И при заказе от 1000 рублей вы получите специальный литературный блокнот. Все ссылки есть в описании и книги есть добро. Эль Камино! Наконец-то мы начинаем обозревать фильмы для стриминговых сервисов, в данном случае Нетфликса. Растём, товарищи! Шоу-раннер величайшего и культового сериала во все тяжкие Винс Гиллиган понял, что на одном спин-оффе о Соле Гудмане далеко не уедешь. Он решил психануть и в тайне ото всех год назад снял полнометражное продолжение сериала. Кстати, если вы не смотрели оригинальный Брэкенбэт, но очень хотите, то, пожалуйста, промотайте этот блок, потому что тут есть спойлеры. Аккуратней, окей? Окей. Все же помнят, какой радостный и счастливый Джесси Пинкман в финале шоу сбежал из своего плена. Для героя это действительно казалось хэппи-эндом и почти никто не задавался вопросом, мол, постойте, да, он сбежал, но у него нет денег, его психическое состояние явно нестабильно и наверняка его преследует вся полиция Альбукерки. Собственно, Эль Камино, в переводе с мексиканского Путь, повествует о всех злоключениях Джесси перед тем, как окончательно сбежать из этого мучача с забытого места. Главное, что стоит уяснить, у меня вообще не поворачивается назвать данное произведение фильмом. Ну да, разумеется, теперь у нас более качественная цветокоррекция и сверху и снизу появились киношные полосочки, именуемые КАШЕ, от слова КАШЕРНО. Но тем не менее, было четкое ощущение, что я посмотрел двухчасовую серию сериала, эдакий заключительный эпилог. Въехать в фильм, не смотря сериал, чисто физически невозможно. Картина представляет из себя череду событий в духе шоу. Забавная или грустная ситуация о том, как Джесси Пинкман ищет бабки, чтобы сбежать из Альбукерки раз и навсегда. Не поверите, но надобность к картине очень минимальная. То есть финал сериала был говорящим. Авторы между строк нам кричали, что Джесси получил свой хэппи-энд, и неважно каким путем, но все же он придет к счастливой жизни. Фильм же просто разжевал эти загадки и аккуратно положил нам в ротик. Отсюда появляется четкое ощущение, что Винс Гиллиган просто очень сильно хотел тряхнуть стариной. Дело в том, что за время производства сериала вся съемочная команда очень крепко сдружилась. И Брайан Крэнстон заявлял, что хочет усыновить Айрона Пола. И общими усилиями они сделали очень ностальгический фильм для поклонников. Половина фильма это флешбаки к оригинальному сериалу. На экране вновь появляются убитые персонажи, и будто для Гиллигана было дело принципа собрать весь каст вместе. Я думаю, эксперимент удался. Было четкое ощущение, что мы вернулись в оригинальное шоу. Весь этот черный юмор, драма размером с Гранд Каньон, по-прежнему дико талантливая актерская игра Айрона Пола. Это музыка, стиль, интересно визуальное решение и поу-эффекты. Фильм перехватил все удачные градиенты сериала. После финала остается приятной улыбкой, и ты хочешь увидеть еще приключений Джесси. Но понимаешь, что это было последнее ностальгическое рандеву. Я как поклонник оригинального шоу не пожалел существования этого фильма. И как будто этих шести лет и не было, хотя вру. Выдает все-таки раскабаневшая Харри Джесси, особенно когда он играет самого себя во флэшбэках. Ну да, ну да, молодой шкет, да-да. А старина Тодд в исполнении Джесси Племонса это вообще куром на смех. Персонаж появляется только во флэшбэках к пятому сезону. И вот вы чувствуете, что вот немножечко он так отличается от себя шестилетней давности. А может даже... множечко. Молодец Тодд, возьми с полки почек. Жаль, что актеры решили особо не париться над своей формой и просто пришли тряхнуть стариной. В этом ничего плохого нет, но все равно получилось как-то странно. Однако хрен с ним. Посмотреть Эль Камино можно по подписке на Netflix с русскими субтитрами. Ну или скачать нелегально. Да, смотрите, чтоб Харри не треснуло. А я пойду пересмотрю оригинальный сериал. Но не только Винс Гиллиган решил тряхнуть стариной. В кинотеатрах с 24 октября на арену возвращается Замбиленд. Продолжение оригинальной комедии «Добро пожаловать в Замбиленд» 2009 года. Комедия, которая была в свое время такой некой оторвой и смогла покорить и зрителей, и критиков, и продюсеров. И казалось бы, продолжение было неизбежно. В 2010-2011 году летали слухи о том, что сценарий сиквела пишется и все чеки-пуки. Но создатели чё-то так взяли, прилегли вздремнуть и очнулись в 2019-м. Вы чё, серьёзно? Рубен Фляйшер уже снимает блокбастеры по типу Венома. Эмма Стоун, Вуди Харрельсон и Джесси Айсенберг уже сто раз успели стать большими артистами. Но несмотря на всё это, сиквел добрался до больших экранов. И очень так аккуратно и деликатно закрыл глаза на импровизированный сиквел от Амазона в виде сериала в 2013 году. Ой-ой-ой, уберите, пожалуйста. И вот, если гуляли слухи о том, что сценарий сиквела писался ещё в начале нашего десятилетия, то есть такое чувство, что с тех пор он больше не переписывался. Замбилан 2, контрольный выстрел, это комедия, которая, ну, очень сильно опоздала. Такое чувство, что я посмотрел стёбный ситком, ну, крайне среднего пошиба. Кэги в картине мало того, что устарели, так ещё умудрились стать ещё более дубовыми по сравнению с оригинальной картиной. А давайте ведём сюжет на 5 минут двойников Талахаси и Коламбуса и обыграем, что они типа похожи. Вот смеху-то будет. А давайте ведём сюжет тупую блондинку в розовом. Все над ней будут шутить, Эмма Стоун будет её ревновать Джесси Азенбергу. Вот умора-то будет. А давайте в очередной триллион раз постебём хиппи, ведь это так актуально. Серьёзно, юмор в фильме очень плоский. Даже на пресс-показе, когда, казалось бы, собралась, ну, максимально лояльная аудитория и шарит за все культурные отсылки и тонкий юмор, молчала. Серьёзно, мы сидели в гробовой тишине. Сценарий очень странный и бессвязный. Про логику, где типа везде есть электричество в десятилетнем постапокалипсисе, я уж промолчу. Персонажи вводятся на 3 минуты и выводятся. У фильма есть одно потрясающее камео, но сценаристы просто не имели понятия, куда эту сцену пихать и пульнули её вообще оторвано от фильма в середине титров. Кстати, в фильме очень много шуток, отсылающих к первому фильму. И без обид, но первый Замбиленд не обрёл статус культового фильма, чтобы заниматься самоцитированием. Рядовой зритель с плохой памятью вообще ничего не поймёт. Единственным мудрым решением сценарии было аккуратно вывести из сюжета подросшую Литл Рок, которая превратилась из милой девочки в далеко не обаятельную кубышечку. И всё внимание сконцентрировать на этой троице, которые сделали себе такие ситкомные клише и вполне мило их отыгрывают. А 80% всего смешного, что происходило в фильме, это вообще только заслуга Вуди Харльсена. Но неужели кто-то вообще сомневался в том, что он бог, а? Короче, очень странный фильм, который можно глянуть, ну, под очень большим расслабоном и не менее большой бутылкой пиваса. Это странно, поскольку создатели за 10 лет значительно подросли, как кинематографисты и, соответственно, та же даже более заводную и креативную комедию. А получается в итоге всё ровным счётом наоборот. Грустно. Но это тот случай, когда поностальгировали и хватит, давайте двигаться дальше. Ну или мы увидим триквел ещё через 10 лет. А вот уже в кинотеатрах очередной сиквел, который установил разрыв между первой частью в 5 лет. Какой-то видос долгостроев. Малефисента 2, короче. Знаете, мне прям очень в своё время нравилось первое Малефисента. Это был очень смелый, даже дерзкий взгляд на оригинальную сказку, которая перевернул спящую красавицу её посыл с ног на голову, но при этом не испоганил титульную мораль. Сейчас, в эпоху покадровых диснеевских ремейков, первое Малефисента становится ещё более ценной для меня картиной. Это была красивая история от женщин для женщин. История, как мужчина-король отрезал крылья Малефисенте, и та с тех пор не может летать и отрицает любовь. Это же потрясающий метафор. А что Эль Фаннинг целует не принц и даже не я, а сама Малефисента, это было дерзко, внезапно и очень круто. И вот Малефисента вернулась на экраны, нарезая бумагу своими скулами. Знаете, вот это вот странное чувство, когда ты посмотрел оригинальный диснеевский мультик, а следом посмотрел его дешёвый DVD-сиквел. И вот от Малефисента 2 остаётся точно такое же чувство. Оказывается, есть ещё одно королевство, где есть злая правительница Мишель Пфайфер, её бесят сказочные существа, и всех она хочет уничтожить. А Малефисента тоже эгоистка, и не хочет выдавать принцессу Аврору замуж, потому что любовь говно. А ещё оказывается, Малефисента не одна, есть целый рот рогатых ангелочков, и вместе они пойдут на войну, и все они такие безликие и бесполезные, что вы сразу забудете об их существовании после просмотра ленты. Очень грустно, поскольку первая часть пыталась переломить жанры, поиграться с устоявшимися канонами. В то время как продолжение превратилось в очень инфантильный и скучный сиквел о противостоянии лесных и крылатых щутиков с недалёкими людьми. И выйдет ли Эль Фаннинг замуж за принца или нет? Вот это интрига! За что действительно хочется похвалить картину, так это за столь же крепкую сказочную атмосферу, ну и за Анжелину Джоли. Чертяка по-прежнему как влитая залезает в костюм Малефисанты и будто была рождена для этой роли. Посмею даже сказать, что тут она стала даже горячее, чем в первой части. То есть на полной катушке. Диснеевский фильм в 2019 году сексуализирует женский образ. Дисней, ты ли это? Но опять же, Джоли в картине не так много, потому что мы без конца прерываемся на эти дворцовые интриги, на эту свадьбу, на этих мерзких тупых трёх фей. Господи, как же они ужасные! Какой извращенец их вообще решил добавить в первый фильм? Эффектно? Красиво? Да. Сходить с ребёнком в Аймакс, чтобы ребёнок пускал слюни на Дарк Фэнтези Графон, а мужики на Анжелину Рваном Костюмчике? Возможно, но всё равно жаль, потому что могли бы и лучше. Если вас это всё не цепляет, то спешу сообщить, что мои друзья из Маурисфильм решили в честь 20-летия Матрицы братьев Пачёвски перевыпустить её на больших экранах в оригинале с русскими субтитрами. Так что для тех, кто упустил столь революционный фильм на большом экране, самое время это восполнить. Лично я очень кайфанул. Это пусть местами устаревший, но всё-таки эталонный фильм. Матрица уже в кинотеатрах. Ну и, кстати, вангуешь, что четвёртая часть будет говном. Уверен в этом. Ну а теперь давайте вкратце о делах канала. Проекту Чак Ревью исполнилось 8 лет, и это очень крутая цифра, с чем вас и себя поздравляю. Ой, шарики, какая прелесть. Ну и в честь этого хочется запустить такой приятный флешмоб. Дело в том, что в последнее время на меня, на канал, на наши работы народ стал гораздо реже рисовать арты. И хочется восполнить этот пробел. Именно поэтому по ссылке в описании вы найдёте ссылку на Инстаграм и специальный альбом в группе ВКонтакте, куда вы сможете загружать работы, связанные с 8-летием канала. Очень бы хотелось посмотреть какую-нибудь милоту от вас. Будем очень рады увидеть ваши арты, и все работы попадут в финал следующих видео. Надеюсь, хоть кто-нибудь да откликнется. Ну а что касается грядущих видосов, то вас ждёт мультразнос, моя новая короткометражка и трэш-обзор на очень внезапную тематику. Я аж сам офигел, о чём он будет. Думаю, вам понравится. Поэтому давайте не расходиться, оставаться на связи. Ну, и я вас безумно люблю. Спасибо за внимание. Ступайте в группу. Пальцы вверх. За нами не заржавеет. Всем пока. Обязательно покупайте мерч. Забыл вам о нём сказать. Смотрите, какой крутой, а? Ссылка есть в описании. И спасибо за то, что вы есть. Я вас безумно люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...